ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В эти выходные Омск буквально захлестнула ночь искусств. По всему городу на разных площадках люди занимаются творчеством. Но я решил вновь окунуться в детство и узнать, как же все-таки делают мультики. К слову, процесс уже запущен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем сегодня с вами снимать мультфильм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Безусловно, творческим процессом, а именно отрисовкой мультика, должны заниматься профессионалы. Но даже для таких дилетантов, как я, дело в мультипликации найдется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем. У скелета есть траектория. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В органном зале в этот вечер, прежде чем послушать музыку, нужно пройти квест. Так, подсказка номер один. Роскошная лестница в конце холла укажет вам на путь. Класс. Идемте посмотрим. Друзья, меня зовут Виолетта Модестова. Мы с вами проведем урок дирижирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, идем дальше. Тайная ложа укрыта над лестницей в третьей двери. Наверное, нам сюда. Вам необходимо будет дешифровать, и вы получите какой-либо музыкальный термин или термин, связанный с музыкой или с танцами. Это Д и А. Все, я прошла. Ну, ключи, конечно, не все собрала, но музыку все-таки послушаю. Тем более, концерт камерного оркестра обещает быть необыкновенным. Необычно уже то, что сидеть стоит на таких баблах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Примерно такие короткие монологи читали участники театральных кинопроб, попутно примеряя на себя различные образы. Например, мужчины, воплощая давнюю детскую мечту, воображали себя мушкетерами. Девушки же отыгрывали более романтические роли. Такие перевоплощения помогали участникам почувствовать себя актерами театра, попутно поняв все сложности этой профессии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам будут предоставлены костюмы из разных спектаклей, где вы сможете примерить для себя их. Будет там текст, стихи, монологи из разных спектаклей. Прощай, садовое кольцо, товарищи, родные плечи. Я вижу строгое лицо, я слышу, родные плечи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Программа этой ночи искусств называется «Посвящение ночи в театре». Это значит, что зрители, которые пришли сегодня к нам, они участвуют в обряде посвящения в театралы. И все локации, которые были у нас сегодня до того, как они зашли в зрительный зал, локации были направлены на то, чтобы погрузить зрителя в атмосферу театра и дать им возможность почувствовать себя артистами или причастными к делу театра людьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кусочек Питера в Омске. Главное культурное событие недели – торжественное и долгожданное открытие центра «Эрмитаж Сибирь», который станет официальным представительством Государственного музея. На церемонию открытия приехал директор «Эрмитажа» Михаил Петровский, а также министр культуры России Владимир Мединский. А мечей в новом центре ждут сразу три выставки. Самая масштабная – «Сжимая рукоять меча», обещает поразить прямо в сердце. Более 400 работ из коллекции «Эрмитажа» ознакомят с воинскими традициями Ближнего Востока. Подробный материал о новейшей культурной площадке региона смотрите в следующем выпуске 14 ноября. Саксофон, старые фотографии и фортепиано. Она создала атмосферу того времени, когда джаз слушали все, под него пели и танцевали. Анастасия Мартайлер попала под эти чары 4 года назад и увлекла за собой других. В ее студии всегда «Свинг тайм». Я, когда слышу джаз, я понимаю, что именно свинг вот такой танцевальный, я понимаю, что мне сложно усидеть на месте, я начинаю танцевать. Настроение начинает вообще зашкаливать просто, потому что она прям вот позитивом своим, она прям, не знаю, наполняет все вокруг. Этот танец вытеснил из ее жизни аристократические бальные, оставил в прошлом современные. Линди Хоп появился в 20-30-х годах прошлого века. Сначала его танцевали на задворках Нью-Йорка. Затем Америку хватила свинговая лихорадка, нашедшая отражение в голливудском фильме «Хелзу Поппен». Казалось, интерес стал угасать, но в 80-х годах волна популярности окатила всю Европу благодаря жителю Швеции Леннарду Вестерланду. Он случайно обнаружил в книгах упоминания о Линде Хопе и отправился в Америку на поиски носителей этой культуры. И до сих пор свинг танцует во всем мире. Он разнообразный, его можно танцевать совсем по-разному. То есть не обязательно махать во все стороны ногами и очень активно перемещаться, что тоже можно, конечно. Свинг бывает разный, бывает такой, что там вообще все разлетается в пух и прах. А есть, конечно, более медленные темпы, есть песни, под которые можно очень плавно двигаться. В этой небольшой студии всегда аншлаг. Как сотни учеников привлекает настроение танца и простота движений, которые можно освоить, даже если тебе за 70. Никаких строгих правил, сплошная импровизация. Да там не сложно. Танцевать Линде Хоп можно без партнера или за него, ведь стиль зародился во время Первой мировой войны, когда сильная половина была в дефиците. Сегодня в джазе не только девушки, мужчины тоже не прочь получить заряд позитива. На момент того, когда я танцую в самом процессе, я могу сказать, что я по-настоящему счастлив. Вот. И для меня это такой большой, ну, в каком-то смысле даже наркотик, ради которой я все время прихожу снова и снова, и снова танцую, чтобы снова чувствовать себя по-настоящему наполненным каким-то, живым. В большом городе люди атомизированы, одиноки. И мы все стремимся, нам нужно тепло, какое-то внимание, ну, какая-то дружба сложно назвать, но нам нужно какое-то теплое общение. И социальные танцы, они создают вот эту среду, в русском языке, можно сказать, общность, а в английском говорят комьюнити. Но они не замыкаются в своем пространстве. Часто выходят за пределы студии, чтобы подарить хорошее настроение окружающим. Танцуют везде, на улицах, на концертах, в барах, там, где звучит джаз. Сегодня у нас в гостях группа «Дагамба». Сегодня свое свободное время, а именно 15 минут между репетицией и концертом, с нами проведет солист латвийской группы «Дагамба» «Вальтерс Пуцца». Я приготовила для вас игру. Какой напиток вы выберете? Один с классикой, а второй с современной музыкой. Нужно выбрать только один. Ну, я бы сделал так. Я другой бокал и сделал вот так. Потому что мне нравятся обе. Одинаково. Одинаково. Но надо только один. Вот тогда это. Классика. Классика. Что скажите? Вы уже не первый раз в Омске. Третий раз. Третий раз. Как вам наш город? Почему вы сюда каждый раз возвращаетесь? Приглашают. У нас есть три города, где нам очень нравится, потому что там очень хороший зал. Это Москва, Питер и Омск. Акустика, аппаратура. Как бы это было... Такой концерт-зал мог бы быть везде. В Европе, в Германии или в Италии. А какую программу приготовили для омских зрителей? Мы покажем все лучшее, что у нас есть. Мы сейчас делаем новое. Потому что у нас был очень-очень длинный тур предыдущий. Чайковский. Дегамов и Чайковский. Где мы совмещали нашу музыку с Чайковским. Перед этим у нас был Лудегон Рамштайн, где мы совмещали Рамштайн и Бетховен. Для нас они одинаково важны. Потому что я не мог выбрать. потому что Бетховен для меня очень важен и Рамштайн тоже. Чтобы играть хоть и переделанные, но композиции известные. Известных авторов, известных групп. Нужны какие-то права? Нет. Если 70 лет уже прошло, тогда не надо больше никаких прав. С Чайковским все хорошо. Все хорошо. А Рамштайн? С Рамштайном у нас все хорошо, потому что я могу как пример сказать. Они поделились нашим видео в своих соцсетях в Facebook и как у нас такое присоединение, где мы играем Symfony Do It So Good и мы играли на X-Factor в Латвии и они как бы поделились и написали Do It So Good ну нормально я думаю, но там все хорошо с ним. Зрители в России и в Латвии как воспринимают музыку? Вот вашу одинаково или нет? Вот вы говорили, что реагируют по-разному. Латвийцев больше нужно раскачивать. Им нужно больше времени. Потому что немножко интроверт есть такое слово? Да, я думал, конечно. русский. Ну, здесь больше такие открытые. Мы, Латвии, такие, ну, замкнутые немножко. Ну, все равно, как бы, там, мы открываемся там, посередине концерта, а здесь в Омске первые произведения уже, как бы, все хорошо. Музыка это эмоции. Если ты даешь эмоции, ты ее, получается, обратно все. Только вопрос или первое произведение, или пятое, или последнее. Ну, получается, если ты делаешь это от сердца. Почему каждую осень ездите в тур именно в Россию? Ну, раньше мы делали альбомы летом. Я не знаю, почему. Это очень странно так делать, потому что летом надо что-то другое делать. Надо море ехать и отдыхать. И сейчас мы поменяли это, и мы сейчас начинаем делать в январе новые программы. Но будет что-то, может быть, из баха. Каким он будет, этот бах? Такой же, как он есть, но такое жесткое будет. Жесткое, да. Потому что мы хочем половину наполовину сидящие концерты и стоящие. И когда люди стоят, они, ну, стоят, они больше такие свободные. И бывает, что люди, когда сидят на концерт, они хочут стоять и стать и танцевать. Вы разрешаете на концерт в январе. Конечно, конечно. Просто, ну, я думаю, что больше надо сказать людям, потому что они боятся, потому что, а что, что он подумает. Хорошего концерта сегодняшнего, хорошей новой программы и будем ждать вас еще в Омске, но уже с новой программой. Спасибо вам большое. Поскольку мы знаем, он был выписан в Омске из города Леона в 1908 году. То есть автомобиль конца 19-го, начала 20-го веков. Можно сказать, что это один из первых автомобилей нашего города Омска. Принадлежал он секретарю городской управы, то есть омскому чиновнику. Есть разные споры, разговоры о том, насколько вот этот автомобиль действительно является автомобилем французской фирмы Жорж Ришар, потому что вполне возможно, что некоторые части этого автомобиля являются сборными, то есть он вполне мог быть отремонтирован в первой половине 20-го века. Семейный кризис это отличный повод потанцевать, заявили в Пятом театре и предложили зрителям курс танго-терапии на премьере комедии «Свободная пара». Лауреат Нобелевской премии драматург Даррио Фо вместе с женой Франкой Рами написали пьесу о супругах, решивших попробовать вольные отношения и отменить верность в браке. Шаг в сторону на этой сцене не побег, а приглашение на мелонгу, где итальянские страсти окрашены аргентинским колоритом. Этот танец – лучший тест на доверие и лидерство в паре, уверяет хореограф спектакля призер Чемпионата мира по аргентинскому танго Артем Майоров. Если в семье проблемы, они обязательно вскроются на паркете. Невнимательных или бескомпромиссных партнеров ждет провал и в танце, и в отношениях. Чтобы достичь гармонии, придется заново учиться слышать друг друга. Этот танец философский немножко, его нельзя рассматривать как постановочно. Это всегда чуть-чуть импровизация. Именно танго, она остро показывает просто, что происходит в паре. Если женщина дает вести мужчине, это только если она ему доверяет, если она чувствует под ним опору. Если женщина повела, от мужчины уже больше ничего не зависит. А в какой-то момент наша пьеса, конечно, женщина повела, и мужчина уже ничего не сможет сделать. Может ли фривольность в общении обернуться своеволием и деспотизмом в семейной жизни? И как не потерять себя и удержать любовь, когда искушают абсолютной свободой? Комедийный сюжет философским раздумьям не помеха, считает питерский режиссер Андрей Кореонов. И не соглашается с привычными представлениями о легком жанре. Что сложнее? Насмешить зрителя или заставить его заплакать? Оба этих состояния, мне кажется, они очищающие. И когда человек плачет, он освобождается. И когда человек смеется, он освобождается. И одинаково сложно добиться этого состояния в чистом виде. Ситуация – это же классика, в общем-то. Конечно, есть некий гротеск во всем этом деле, некие преувеличения там, но вообще-то жизненная ситуация. Мне кажется, многих это коснулось и очень даже понятно. Так, через сердце прошло. В эту холодную ночь мы приехали в Мегу. И тут нам обещают много экстрима, но только небольшие очереди или грандиозные скидки. Мы будем участвовать в реалити-квесте и убегать от зомби на 60 тысячах квадратных метров. Пойдемте и попробуем. Даню подарили. Ваша задача – спастись, найти вакцину, создать вакцину и спасти планету. Самое важное, если вас касается зомби, вы выходите из игры. Вы готовы? Счастливые игры. Я сегодня вначале. Не закажите сейчас. Добавляем лицом к стене, быстро. Лицом к стене, руки на стену. Я вижу, что вы отлично командой волновали доверять и создать первый сет. На вашу помощь разработать этот антидот. А что, сделаем антидот? Нет. Серега. Да, нахуй. Я иду. Верный объект. Отлично. Гастан. Кто за этот объект? Вау! Смеши! Аааа! Аааа! Все живы, никого не упустили. Кто-то кричит, то есть прям страх. У кого-то прям азарт, просыпается адреналин. Вот когда мальчик там из 205-й выпадает, кто-то падает в ужасе, кто-то подпрыгивает, убегает. Нам сейчас по коридору нужно было собирать слова и сейчас ребята вот в телефоне выясняют, какие химические элементы использовали, когда создавали вакцину. Конечно, доверяем нашим гостям, ну и все равно у гостей были сопровождающие, в наших коридорах они бы никак не могли заглубиться. Нам нужны документы из того кейса, вы можете отвлекать их шум, если что. Тут кодовый замок, код, код. Забрали? Забрали. Что там такое? Это журнал, кто во сколько приходил. Так, собрали все для антидота, сейчас надо будет его делать. Я отсыплюсь сюда. Нашли вакцину! Вот она, вот она вакцину! Я упала много раз, я пострадала, чуть не порвала себе все, но я очень счастлива, это было круто, спасибо всем. Мы все решили, все придумали, в общем, всех провели. Вот, Артем молодец. Аня, как бы тоже. Аня, мозг команды. Я Артем. Сколько человек ты съел во время квеста? Фидбэк на самом деле потрясающий, мы даже немножко не ожидали такого ажиотажа. У нас было ограниченное количество игр, люди просто записывались потом даже в лист ожидания. Это непередаваемо. В общем, всем рекомендую. Надеюсь, все спасутся. А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня о своем свободном времени нам расскажет один из лучших джазовых волтернистов мира. Композитор и мультиинструменталист Аркадий Шилклопер. Если у меня есть свободное время, то я стараюсь его использовать все-таки целенаправленно. Это может быть просто прогулки по лесу. Лес – это очень вещь для меня вдохновляющая, потому что мой инструмент такой – лесной рок. Я вдохновляюсь горами, я вдохновляюсь природой. В принципе, физическая нагрузка мне приятна. Бегать чакровым бегом – это такая особая система, скажем так, метод, особый метод бега, который очень тоже помогает дыханию, да, поскольку все-таки я дудач, и у меня очень много все связано, так говорят люди, с дыхалкой. Вот, поэтому, конечно, следить за собой надо, особенно, когда тебе уже за 60. Джонни Депп на этой неделе пустится во все тяжкое. В новом фильме он играет роль профессора, которому врачи ставят смертельный диагноз. Герой решает отказаться от лечения и прожить оставшееся время на всю катушку. Услышать, как звучит один из самых древних музыкальных инструментов в мире – армянский дудук – смогут в пятницу посетители омской Пушкинки. Меломанов ждет необычный концерт с песочной анимацией. На откровенный мужской разговор с тостами и разборками вызовут зрители и артисты Пятого театра. В субботу они сыграют в спектакле комедии «Тестостерон» о настоящих чувствах и животных инстинктах. В воскресенье в центре города будет очень громко, а мечи смогут оценить трибют версии китов знаменитой рок-группы «Металлика» в симфонической обработке. Спектакль «Дракон» омского театродрамы выдвинут на главную театральную премию страны – «Золотую маску» сразу в шести номинациях. Чем покорила критиков эта постановка, можно узнать на ближайшем показе 12 ноября. Кручинный свадебный наряд невесты, пасхальные рубашки и костюмы ряженых – секреты изготовления русской традиционной одежды посетителям открывает выставка в Сибирском культурном центре.